Всем привет! Будут немножко сейчас влоги выходить. Кому-то любимые, а кому-то нет. Простите за шум, ветер дует. Мы улетаем по гостям. Но мукбанки обязательно будут. Специально чуть-чуть побольше сняли. Немножко будем разбавлять влоги и мукбанки. Но думаю, влоги будут тоже интересные. Поэтому, кто совершенно случайно зашел на мой канал, обязательно подпишитесь, напишите ваш вопрос, поставьте лайки. Мы улетаем сегодня из Домодедова. Не Шереметьево так получилось. Поэтому сейчас нас ждет сначала долгая поездка на такси. А потом в аэропорту я снова, возможно, включусь. Отравился не знаю чем. Вчера вечером ничего такого не ел. Старался в хурму. Единственное, что, может быть, плохо промыл. Ночью проснулся где-то полпятого утра. И понимаю, что меня тошнит. Прямо подташнивает до невозможности. Ничего не завтракал. Очень трудно. Ну, кто получал отравление, тот поймет, что это за история. Муть, подташнивание. Так что следите за тем, что едите. Никак я, не жрите все, что попадя. Паша. Мы не в город Южный, конечно. Паша любимая песня. Мы едем в город Южный. Но вот просто в город. Через одну минуту. Такси будет через одну минуту. Вот наши чемоданчики. В Москве, как видите, нет снега. Все ждут снег. Так, вчера ехали в транспорте. Многие женщины, мужчины взрослого возраста рассуждали в транспорте, что зима будет такая вот, бесснежная. Вспоминали, когда в Москве вообще не было снега. С одной стороны, европейская зима. Мне тоже такая нравится. Ну, хотя бы к Новому годику, чтобы чуть-чуть припорошила. Люську оставил. Соседка. Переживаю. Обычно ее оставляешь. Как долго вы можете оставлять одних вообще животных. Ну, собак-то навряд ли, конечно, не оставить. А вот именно кошек. Вот. Есть, конечно, в Москве и в многих крупных городах всякие гостиницы для животных. Но я их вообще не приемлю. Лучше, так скажем, какому-то соседу, человеку, которому ты доверяешь. В общем, ждем такси и едем в аэропорт. Заметоси. сейчас на может попасться мое любимое тесно 13 уже в аэропорт переехали 12 паш наш 12 переживав что больше 20 16 еще тяжелее 18 с половиной там где-то ничего нету спасибо вам большое всего хорошего вам тоже все зарегистрировались непривычный аэропорт домодедово лет 7 наверное не летали с него прошли регистрацию искали табло люди все ходят спрашивали табло где табло где табло где табло 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 просто нету в шереметьево очень часто есть небольшие табло есть крупные табло здесь его нету где-то над потолком висит одно перед входом около страторов поэтому сдали багаж и пойдем на досмотр и там уже включимся вот смотрите мы подходим сейчас как раз вот два эскалатора между ними и вот то самое единственное табло которые люди ищут и ищут и ищут свои вылеты и свои терминалы для регистрации конечно это безобразие полная такой маленький маленькое такое табло ваше дома телевизор намного больше чем этот экран базируется домодедово 90 процентов наверно в компании с сэвен но еще уральские авиалинии но это уже совсем мало телефончик может позвонить куда-нибудь холлоу салют да в домодедово конечно мы не летали лет 7 точно мы отсюда не вылетали сюда шереметьево все тут какая-то стройка бесконечная идет построили вот там вдалеке это этот как он называется стоянку для автомобилей потом пойдем вот туда на досмотр а пока паша мне пообещал купить швейцарские часы минус 30 процентов всего лишь 10 20 и 15 тысяч почему нет почему бы не купить на обед все поели взяли по одному бургеру в макдональдсе так чтобы это утром вообще ничего не завтракал вылет дневной у нас рейс ну вот то что мутит но пришлось как-то затолкать себя хотя в самолете тоже покормит цены не очень отличаются от городских макдональдс и но есть кафешки здесь которые типа как столовые там например блин порция блинов стоит 300 рублей а сырники 250 но и все остальное сами понимаете мясные блюда дороже поэтому в аэропорту вообще практически никогда не едим дело не в жадности а дело просто так скажем в экономии денег потому что все это можно 10 раз дешевле поесть дома или где-то в городе но как сказал макдональдс в аэропорту и здесь отличие может быть в 50 рублей сборки все заметили что в отличие от шереметьево почему-то не такое большое количество людей в аэропорту хотя тоже не маленький аэропорт домодедово ну вот как-то людей не так много и на въезде вот это вот центральная дорога которая подходит к аэропорту из города из москвы но тоже раньше здесь вообще не было не пробиться не проехать на машине я юлю здесь встречал очень часто пользовалась именно компании сэван когда летала сейчас вообще просто смотрю что видите даже на привокзальной площади нет самолетов о нету прошу прощения нет самолетов да нет машин просто такси стоят таких людей на машинах нет с левой стороны вот это вот видите это терминал аэроэкспресса здесь можно доехать и на аэроэкспрессе из москвы кстати у меня такое ощущение что я вроде как вот булку съела не стало полегче с пяти с полу пятого утра пил только полисор чтобы снять этот токсикацию это но вот ехал в машине такси и все равно так знаете вроде с одной стороны кушать хочется другой стороны сразу резко тошнит вот так что сейчас мы проходим досмотр ждем посадку самолет и летим вот такой у нас самолетик будет салатовый сэван аэробус 319 выход на посадку у нас 41 такой а шестой здорово всем передай привет кому-либо даю привет всем кто тебе знает и кто узнает допускается размещать ручное колоте аварийных выходов проходов самолета и за последними рядами кресел информируем что курение на борту воздушного судна категорически запрещено включая курение электронную сигарету это не только в аэробусе в в в в в в в в Мы хотим информировать о том, что смок и используем электронные сигареты не разрешены Хорошего взлета, полета и посадки всем нам Нам повезло, у нас нет человека посередине Поэтому мои толстые телеса могут сидеть в развалке Я рад, что так все хорошо получилось Обратно 19-го Поэтому путаница может быть, видео не объясните Перемешку по этому банку и влоги В общем, не теряйтесь, если что А сейчас, скорее всего, увидите пейзаж Анастасия В случае аварийного покидания самолета Пользуйтесь выходами, расположенными в передней, средней, хвостовой частях самолета Выходы обозначены световым табло «выход», светящаяся дорожка до прохода укажет направление к выходам Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами Домы и господа, обращаем ваше внимание, что в случае эвакуации Всю ручную плать необходимо оставить на борту самолета Ваша космородная маска находится на панели над вами В случае разлимитизации она выбрасывается автоматически Чтобы застегнуть ремень, вставьте металлический наконечный замок Потянув ремень, подтяните его по размеру Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка вверх Открыть два – два – три – два – три – три – три – три – три Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Показываю Сэндвич Вот такой кусочек курицы Небольшой совсем Все остальное просто хлеб Просто хлебушек Я буду снимать Тебе выше бояса Так душно в самолете Ужас какой-то Такой красивый закат Пурпурный Ванильный Очень красиво Не поменяет Оттенки Солнце садится И картина пейзажная Меняется Через каждые 10-15 минут Сейчас уже все синево С такого Фиолетово-голубое Летим на высоте Один с половиной тысяч метров За бортом Минус 53 градуса Един с половиной тысяч метров И это тоже Если вы ойдёте Ужас какой-то Ольга Восстан Продолжение следует... 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 вот поэтому 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 всем спасибо лайк комментарий пост я вас люблю